Всем привет, с вами дядюшка Розе. Сегодня мы рассмотрим осадных големов. Используя камень печати у руин, можно превратиться в голема. Чтобы это сделать, используйте иконку. Нужен определенный итем из гильдии, который можно приобрести у торговца гильдии. Глава гильдии и его подчиненные могут приобрести данный итем. Нельзя использовать свои навыки. Можно использовать только уникальные навыки голема. При превращении вам будет применяться дебаф. Постоянное поглощение жизни. Под окном хп можно отключить превращение в голема. Есть четыре типа голема с разными характеристиками. Первый тип разрушитель камня. Разрушает стену замка. Навык удар разлома. Базовый навык без КД. Разрушает стены башни и ворот. Наносит большой урон и может запускать врагов в воздух. Навык очищения пустоты избивает врагов. Эффективен для сдерживания. Голем боевой авианосец. Помогает легко забраться на стену. Может опускаться и подыматься. Для удобства подъема на него. Также используйте фиксированную высоту, чтобы союзники могли взаимодействовать крюком. Также для возможности трансформации. Используйте планирование. Молот за целуйку. Целизируется на разрушении врат. На расстоянии. У стрельбы шаром из лавы есть время перезарядки. Также вы должны понимать расстояние. Так как у навыка есть определенная дальность. Этот навык наносит самый большой урон. Рывок в сторону. Навык взрыва. Наносит урон врагам. Также вы отпрыгаете на небольшое расстояние. Освещенный огонь. Увеличивает навыки союзников. Это защитный навык. Наконец то. Убиван в прыжке. Атакующий голем. Навык кулак голема. Базовая способность без кд. Во время дождя урон увеличен. Прыжок. Наносит урон в месте приземления. Большой урон. И также оглушает цели. Навык перемещения. Позволяет преодолевать стены замка. У навыка есть определенное место и дальность использования. При возможности использования увидите специальную метку. Кончик стрелочки это точка приземления. Даже есть баф. На себя защитный навык. Повышает характеристики. Как всегда перевел и озвучил дядюшка Розе. Пиши комментарий. Не ленись. Пожалуйста опиши почему тебе нравится эта игра. И та же противоположную эмоцию. То бишь не нравится почему. Буду рад почитать.